Для красивой фигуры нужно ежедневно проходить не менее 10 тысяч шагов. Это около 8 километров. Однако врачи признаются, что лучше любая нагрузка, чем ее отсутствие. Поэтому формировать привычку рекомендуют постепенно, а со временем увеличивать темп и интенсивность. Стоит отметить, что гиподинамия или низкая физическая активность является фактором риска развития большинства известных заболеваний. Среди них ишемическая и гипертоническая болезни сердца, заболевания органов дыхания, пищеварения, опорно-двигательного аппарата. Даже такие явления, как возрастная деменция, снижение памяти и умственных способностей врачи связывают с нехваткой движения. Начинать, безусловно, нужно с малого. Уже сегодня по дороге с работы выйдите на одну-две остановки пораньше, пройдите их пешком, поднимитесь по лестнице вместо того, чтобы дожидаться лифта. Ну и результат не заставит себя долго ждать. В награду вы получите бодрость, духа, отличное настроение, хорошее самочувствие и активное долголетие. Если мы хотим задействовать все мышцы организма, то можно с обычной ходьбы перейти на скандинавскую. Но и при классической прогулке нагрузка на мышцы достаточно большая. Врачи отмечают, что не нужно надрываться и ставить перед собой невыполнимые цели. Начинайте постепенно. Главное здесь – регулярность занятий. Регулярные занятия ходьбой нормализуют артериальное давление, снижают уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего холестерина, повышают иммунитет, помогают бороться с ожирением, с повышенной массой тела, нормализуют сон, улучшают, если мы говорим, в общем, питание, кровоснабжение, следовательную работу всех органов и систем человека. Стоит отметить, что заниматься ходьбой можно в любом возрасте. Это один из самых щадящих видов двигательной активности. Место может быть любым. Например, скверы, улица, но не вдоль оживленных трасс, тренажерные залы, даже магазины. Как бы странно это ни звучало. Перед началом занятий следует посоветоваться с лечащим врачом. Также следует носить с собой препараты, которые прописал доктор на случай непредвиденной ситуации. Абсолютных противопоказаний, конечно, нет. Единственное, не следует заниматься ни обычной ходьбой, ни скандинавской ходьбой в состоянии острого какого-то инфекционного заболевания вирусного или бактериального. Не следует перегружать себя в состоянии декомпенсации хронических заболеваний, скажем, при хронической сердечно-недостаточности. Не следует нагружать себя сверх меры. Но адекватная физическая нагрузка, адекватная вашему физическому состоянию, вашему состоянию здоровья, безусловно, приветствуется. Таким образом, прогулки подарят вам не только прекрасное настроение, но и сохранят ваше здоровье.